Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем с вами карьеру за игрока. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Ну что же, давайте пробежимся по сегодняшним матчам. У нас их будет достаточно много. В сумме 12, в 6 игр в каждом месяце. Итак, две игры в Лиге Чемпионов у нас в октябре. Это Галатасарай и Генг. Из чемпионата, я не знаю, может быть, Бетис и Виллериал можно выделить, но не знаю по соперникам, если так смотреть. Зато в ноябре будет на одной неделе игра и с Лейпцигом. Серьезный соперник по групповому этапу и игра против Атлетика. Мадрида. Мадридское дерби. Поэтому, ну вот, как-то так. Давайте будем переходить. Мы сейчас играем против Галатасарая. Я так понимаю, они проиграли Генгу, потому что больше некому. Второй тур. И посмотрим, с каким счетом. 1-0. В Бельгии была игра. Минимально хозяева переиграли турков. Составы на ваших ранах. Поехали. Итак, второй тур Лиги Чемпионов. Я не припоминаю, впервые или нет. Мы играем в Турции, но факт достается фактом. Задание на матч. Оценка не ниже 9-0. Сделать три передачи на половине поля соперника. Можно наносить три удара по воротам. Давайте пять передач на половине поля соперника попробую делать. Но и надо нам чаще бить. Как говорит Карл Анчелотти. Постараемся. И Родриго. Забивает. И это 1-0. Венисиус и Родриго. Решили вот этот момент между собой. И в итоге Родриго очень хорошо в дальнюю девятку мяч забивает. И, возможно, голевой пас на Венисиуса. Нет, голкипер выручает. А вот Заньола только вышел. И сразу же забивает итальянец. Не получилось снова у нас поучаствовать в этой атаке. Здесь все буквально решил Заньола. Просто первым своим касанием забивает. Мунис отлично сыграл на вот этом перехвате. И можно и гол после вот этой вот ошибки игроков Галатасарая соорудить. Почему бы и нет? И пробить бы гол. Конечно же, Мунис сам все это сделал. 3-0. Довел Мунис счет до разгромного. И, кстати, это первый гол Муниса в этом сезоне в Лиге Чемпионов. Потому что против Лейпцига, если не ошибаюсь, он не забивал. И все. Финальный свисток. Счет 3-0. По голу Забила Родриго, Заньола и Хавьер Мунис. Лучшим игроком признан Мунис. 9-1. У меня оценка. Ну и по заданиям мы выполнили абсолютно все. И рейтинг матча, и посыл в атаке, и удары в створ. Ну и вот она наша первая награда в сезоне. Именно лично я стал игроком месяца в сентябре в Ла Лиге Сантандер. Итак, сейчас у нас игра против Реал Бетиса. Мы играем на выезде. Бетис, кстати, как-то неуверенно. Прямо начали. Вроде 7 туров уже прошло. А команда на 19-м месте идет. Мы на первом минимально ведем, так сказать, в турнирной таблице над Барселоной. Одно очко лидерства. Надо, естественно, выигрывать матч за матч. И мы надеемся на то, что Барселона будет делать осечки, как и в прошлом буквально сезоне. Составы на ваших экранах. Поехали. Выездная для нас игра. Амунец сейчас лучше бомбардировал Ла Лиге. 9 забитых мячей и задание на игру. Оценка ниже 9.0. 10 передач на половине поля соперника. И отдать голевую передачу. Ну, давайте 10.0 попробуем взять. Ну, и будем пытаться сначала отдать голевые передачи. И голевую передачу мы отдаем на Федерико Вальверде. 1.0. Здесь я действительно начал уже сам все делать. Смотрите, отдаю передачу и говорю, бей. Ну, увидели вы на геймплее, что нажал на удар. Чтобы Вальверде не отдал кому-то эту передачу и сразу бы пробил. И вот так вот третий гол у Федерико Вальверде в этом сезоне. Именно в Ла Лиге Сантандер. А так он уже двушку даже Лейпцигу отгрузил в Лиге Чемпионов. Ой-ой-ой, ну это 100% штрафной. Очень опасный. И красная карточка. Это вторая желтая у Сабали. И Малин забивает и сравнивает счет. Вот так вот в меньшинстве Бетис все-таки смог переломить ход встречи и забивает и сравнивает счет. Через Родриго. И Муни забивает ворота Бетиса сразу же буквально после пропущенного гола. Вот эта вот атака Реала, в которую они все силы, наверное, вложили. Но нужно было забивать. Такой бы стыд был, если бы в меньшинстве еще бы Реал бы проиграл. А тут с левой ноги нерабочий Мунис просто вколачивает мяч из-за пределов штрафной. И все, финальный сесток. Минимальная выездная победа Реала в большинстве обыграли Реал Бетис. Лучшим игроком признан Мунис. У него гол плюс пас за эту игру. Ну и задание за этот матч. Рейтинг матча мы получили. Посыл атаки 2 передачи не удалось нам сделать. И одну голевую передачу мы все-таки отдали. Итак, две подряд у нас игры против аутсайдеров турнирной таблицы. Играем сейчас дома против Гранады. Они идут на 18-м месте. И, кстати, Барселона, похоже, с кем-то сыграла в ничью. Если я все правильно понимаю. Теперь у нас 3 очка лидерства. Да, с Реалом Валидолидом. 3-3 голевая ничья. Ну вот сейчас постараемся увеличить наш отрыв. Дождь на Сантьяго Бернабео. Поехали. Ну что же, Сантьяго Бернабео. Сейчас нам предматч его так показали. То, что РБ Лейпциг ведет переговоры с Реалом о нашем трансфере. Но мы, естественно, ответим отказом. Итак, оценка не ниже 9.0. 60% командного владения. И не проиграет. Давайте вот не проиграем в матче. Это, мне кажется, мы точно сделаем. И отличная распасовка-то сейчас идет у Реала. Мунис-то сейчас, ну, подтолкнул. Я этот мяч же отбором протолкнул для Родриго. Почему вы не сделаете голевую передачу? Ну вот посмотрите. Здесь вот я отобрал. И после моего касания мяча он дошел в мяч до Родриго. Но это не голевая передача. Но нам написали хороший отбор. Да что же ты будешь делать? Ну не идет сейчас мяч к другим партнерам Реала у Венисиуса. В итоге мяч в руку попал игроку Гранады. И какой голешник забивает Хавьер. Мунис. Я не знаю, с какой дистанции сейчас пошел этот удар, но он залетел. Вот что значит удача на стороне Хавьера Муниса. Но не идет у него с ближней дистанции. Последнее время не точно удар. А вот здесь вот просто попросил вернуть мяч. Сам же разыграл этот штрафной. Ну и шикарно пробил в самую девятку. 2-0 в итоге. 2-0 и это, мне кажется, уже окончательный счет этой встречи. Мунис поставил жирную точку в победе в этом матче. Финальный свисток. 2-0. Голы Родриго и Муниса приносят победу Мадридскому Реалу в домашней игре против Гранады. Лучшим игроком признан Мунис. Слабую оценку он получил. 8-0, но, наверное, за вот этот шикарный дальний удар ворота Гранады. Замечательно. Ну и за матч мы не выполнили 2 задания. Рейтинг матча ненужный нам. 8-0, надо было 9-0. 1% нам не хватило командного владения. Ну и вот избежали поражения, еще и плюс выиграли. Ну и действительно, я зашел в свой профиль. Лейпциг делает нам предложение. Ну, посмотрели, скорее всего, в первом туре групповой этапа Лиги Чемпионов, как мы против них сыграли. При том, что я вроде там вообще ничего не сделал. Дубль Вальверда забил, но все же. Ну что же, сейчас у нас будет 2 подряд игры. Именно в Лиге Чемпионов. В третьем и четвертом туре мы будем встречаться против Генка. Они обыграли Галатасарай минимально и проиграли Лейпцигу. Со счета, если не ошибаюсь, там 3-1. Что-то такое было. Сейчас мы точно это увидим. Да, на выезде в Германию они играли. Поэтому вот как-то так. У нас 100% пока что реализация своих матчей. 100% КПД по матчам. 2 матча, 2 победы. Поэтому замечательно. И вот теперь Генк, который обыгрывал Галатасарай, значит, обязан обыграть по логике и мы. Составы на наших кранах. Не знаю, может быть форму немножечко поменять. У нас более-менее темненько, у них светлое, но все же. Не знаю, мне кажется, стоило бы. Ну что же, составы на наших кранах. Поехали. Ну что же, Лига Чемпионов. Мадридский Реал приехал в Бельгию. И задание. СНК не ниже 9.0. 50% обводок. И командная Владимия. Давайте обводки возьмем. Давно их не было. И вот отлично. Вальверде здесь доборолся. Это практически выход 1 на 1 сейчас. И забивает. Хавьер Мунис открывает счет. В сегодняшней встрече 1-0. Реал повел. Мунис развивает скорость. И что, это будет второй дуплетом? Или сейчас пойдет? Ну нет, здесь уже... И пенальти, кстати, зарабатывает Мунис. Я-то уж думал, нет. И мне сейчас интересно, кто пойдет бить пенальти. А пенальти идет бить сам Мунис. Я не знаю, давайте низом пробьем мощно. Дай бог, чтобы развели вратаря. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. В штангу мы попали. А в итоге все-таки забивает. И вроде это сделал Венисиус. Еще раз смотрим. Ну, пробил-то все идеально. Мощно, сильно. Чуть ли... Штангу не сломал. В итоге Венисиус снова тоже попадает в штангу. Рикошет в уголкипера. Он отбивает. А здесь уже просто пустые ворота. Поэтому сейчас дважды игроки Реала за... Не знаю, там секунд за 10 попали в штангу. В одну причем и ту же. Счет 2-0. Реал одерживает третью победу подряд на групповом этапе в этом сезоне. Три из трех. И сегодня был обыгран Генг со счетом 2-0. Ну, а лучшим игроком, кстати, стал Тиба Куртуа. 10-0 у него оценка. Ну, здесь абсолютно заслуженно. Если посмотреть по статистике, 11 ударов было 6 в створ и 6 сейвов он сделал. Просто шикарная статистика у него. Ну, и по заданиям. Выполнили два рейтинг матча и успешные обводки. Дополнительно, кстати, не получилось. Ну, и командное владение очень даже удручающее. Ну, что же. Сейчас у нас тоже интересная игра. Первая строчка. Против третьей мы едем на выезд. Против Велериала. А что с Барселоной-то я понять не могу. Они снова потеряли очки. Причем даже проиграли, мне сейчас кажется. Только вот кому они 3-3 сыграли с Реал Валидолидом и проиграли Эльче? 4-2. Вот так, да. Сейчас у нас уже 6 очков лидерства. Мы один раз как раз проиграли Барселоне. Ни разу еще не играли в ничью. Ну, вот сейчас игра против Велериала. Вы и знаете. Едем к желтой субмарине. Сота в наших кранах. Поехали. Ну, что же. Велериал против Мадридского Реала. Болельщики сделали солд-аут на стадионе. Задание на матч. Не ниже 8,5. Рейтинг. Забить гол за пределы штрафной. Забить или отдать. Давайте 10-0 беру. И постараемся, во-первых, лонгшот забить. Во-вторых, там голевую либо гол. Нужно будет переодевать форму. Подзимний стиль. А вот Муниес. Нет, это не лонгшот, конечно же. Но все же гол. На пятой минуте первым же ударом мощным Муниес забивает. Выводит Мадридский Реал вперед. А даже сейчас, ну, просто вот посмотрим. Да, это не из-за предела штрафной. Так что будем стараться еще. Пареха дальний пас на Мой Гомеса. Удары и гол. Велериал забивает и сравнивает счет перед самым перерывом. Ну, просто как Пареха сейчас увидел Мой Гомеса. А тот прям в девятку. Пробил четвертый гол в девяти матчах у него. И Венисиус выводит Реал вперед. Отлично. Снова я поучаствовал в этой комбинации. Муниес, Венисиус, Родриго. Но голевую засчитают, естественно, на Родриго. А гол Венисиуса. Я опять как бы не при делах здесь. Финальный свисток. Минимальная выездная победа Мадридского Реала. Муниес и Венисиус. Сейчас по одному мячу забили. И благодаря этому принесли победу Мадридскому Реалу. Лучшим игроком Придзен Муниес. 8,8 у меня оценка. Ну и не выполнили мы два задания. Это голы дальними ударами. Ни один не сделали. И участие в голах. Только забил один гол. Ну и рейтинг матча. 8,8 получил. Но дополнительную задачу также не выполнил. Итак, сейчас у нас игра против Альмерии. Тоже где-то болтыхаются в середине турнирной таблицы. Даже чуть ниже. Но тем более играем дома при своих болельщиках. Надеюсь, это нам поможет. Составы на шкранах. Начинаем. Сантьяго Бернабео. Принимает не такой уж топовый матч по вывеске. Реал против Альмерии. Но очень важный в любом случае для турнирного расположения. Задание. Рейтинг матча 9,0. Забить два гола и не проиграть в матче. Давайте я возьму тогда не проиграть в матче. Если я постараюсь забить два гола, то у меня и оценка будет 9,0. И мы не проиграем. То есть все по логике здесь должно у нас сложиться. Мурез. Ну здесь специально как будто они отходят и дают вот это вот пространство. А мы сразу же забиваем. Третья минута. Все. Что вот эти вот замувы у защитников? Вот это видно будет в повторе. Играю на легенде, друзья. Ну вот. Берет и прижимается к второму центральному защитнику. Один из центральных защитников. И дает мне вот это вот пространство, чтобы я проходил. Я естественно буду этим пользоваться, если такова ситуация возникает. Тринадцатый гол в одиннадцатый матч у Хавера Муниса в Ла Лиге. Так, Мунис. Второй заход на второй гол. И 2-0. Две атаки у Реала. Сейчас десятая минута. И уже... Счет 2-0. Так, Мунис. Ну что, может быть на хэт-трик пойдет? Сейчас Хавер. И хэт-трик. Вы просто посмотрите. 17 минут потребовалось Мунису, чтобы забить 3 мяча ворота Альмерии, играя дома. Ну просто замечательно. Давно мы хэт-трики, кстати, не забивали. И в принципе у нас какие-то проблемы были с реализацией. Но здесь еще и лонг-шот забили в притирку со штангой. Там вроде даже от вратаря мяч залетел. Сейчас посмотрим, было касание или нет. Ну, вроде как, да, немножечко подрезал. Поэтому удар от этого еще сильнее и кажется. 17 минут прошло в этой встрече. 3-0. Все. Интрига убита. Интриги не будет. Теперь надо, наверное, нам постараться голевые передачи поотдавать. И забивает в итоге Альмерия. 66-ая минута. Садик забил. И, к сожалению, сухую Тиба Крутуа сегодня уже не сыграет. В итоге финальный свисток. 3-1. Уверенная домашняя победа Реала. Хэт-трик Хавьера Муниза за первые 17 минут встречи. Лучшим игроком признан Муниз. 10-0 у нас оценка. Итак, все три задания мы выполнили. И рейтинг матча в 10-0 и 3 забитых мяча. И избежали поражения. Ну а Барселона, я так понимаю, снова теряет очки. Уже 8 очков у нас лидерство. Значит, они с кем-то сыграли в ничью. Я так понимаю, так здесь обыграли... Что здесь нет? Обыграли Леганес. Они когда успели потерять очки. Каталонцы. Мне вот это вот интересно. Ну вот с Испаньолом, да, нашел. Играли не 26 октября. 1-1. Поэтому все. 8 очков уже лидерство. Поэтому какой-то интриги на данный момент у нас нет. Итак, кандидаты на звание игрока месяца в октябре в Ла Лиге. Это Хавьер Муниз из Мадридского Реала. Эннесери из Севилья. Дакуре из Леванте. И Дака из Валенсии. Ну и, кстати, Лейпциг никакое предложение, контракт не прислал. Скорее всего, не договорился с Реалом. Ну и вот, в профиле у меня теперь снова просто выставлен на трансфер. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Сельды. Они идут на 11-й строчке. Мы на 1-й. Отличное лидерство. Поэтому будем стараться показывать свой футбол, свою игру и не отходить от тренерских установок. Составы на шкранах. Поехали. Ну что же, Реал против Сельды. Мы на Сантьяго Бернабео. И вот задание на матч. Оценка ниже 9-0. Соотношение голов к ударам. Вот это тоже не люблю. Давайте лучше уж оценку возьму. На Муниса. Отлично. Мунис. Хорошую передачу сейчас на Венесиуса. Отдает и просто возьми да попади. Нет. Скорубский и все-таки забивает Заньола. Фух. Ну можно выдохнуть. Можно выдохнуть. Хоть не мы забили. Тоже как-то легко отпустили этот момент. Но в итоге забивает Заньола свой первый дебютный гол за Мадридский Реал. И все-таки пропускаем. Сельда дожала уже в дополнительное время. Сантимина забивает. Сравнивает счет. Ну здесь и по ходу матча что-то такое чувствовалось. В итоге мне кажется лучшим игроком станет Скорубский. А вратарь сельд. И столько сейвов он сделал. Даже в пропущенном голе тоже поучаствовал. Отбил. Там уже на подборе хорошо Заньола отыграл. Но нет. Сантимина. 7-9. Получил оценку. Скорубский 7-3. И 12 ударов. 5 створ. 4-7. Ну кстати. Не такая уж хорошая у него статистика. Но все же. Казалось. Что очень хорошо он этот матч провел. Ну и по матчу мы не выполнили ни одно из заданий. Оценку не выполнили. Ни одного гола даже не забили. Чтобы было хоть какое-то соотношение голов к ударам. И командное владение 54%. Так. Ну и второй месяц подряд. Мунис признан игроком месяца в чемпионате Испании. За нами сентябрь и октябрь. У нас четвертый тур Лиги чемпионов. Снова мы играем против Генка. Надо кстати посмотреть. Как Лейпциг сыграл у вас с Галтасараем. Я не помню я акцентировал на это внимание или нет. 2-1. Они их в Турции обыграли. Ну а мы 2-0 обыграли в Бельгии. Сейчас надо дома добиться подобного результата. Составы на шкранах. Поехали. Ну что же. Мы на Сантьяго Бернабео. Четвертый тур. Проходит здесь Лиги чемпионов. Реал против Генка. Пока что у Реала хорошая статистика. 3 матча. 3 победы. Итак. Давайте также оценку наверное раз. От нас требует участие в двух голах Реала и 3 удара по воротам. Финальный сесток. Первая потеря очков Мадридского Реала в Лиге чемпионов. Ничья. В домашнем матче против Генка. Ну а лучшим игроком кстати признан Ферро. Центральный защитник Генка. Но мы не поучаствовали ни в одном голе. Которого в принципе не было оценка. 7 и 3. Но зато нанесли 3 удара по воротам. Две последние игры. Как-то удручающе провели игры Кириала. Две ничи. Одна сельд и другая с Генком. Поэтому надо набираться сил. Я не знаю где-то искать мотивацию на эти матчи. 8 очков. У нас лидерство над Барселоной. Сейчас играем против Аутсайдера. Против Азасуны. Который идет на 15 месте. Состав в наших кранах. Поехали. Последние две игры Мадридский Реал никак не может выиграть. Ни в лиге чемпионов, ни в чемпионате Испании. И вот Азасуна. Соперник в чемпионате. Задание оценки ниже 9 и 0. Не проиграть. Нанести 3 удара по воротам. Давайте возьмем что именно мы выигрываем. Мне кажется мы должны уже перед нашими болельщиками, которые приехали, забили весь фанатский сектор, поддержать нас. Ну а мы должны вознаградить их нашей победой. Мунис. Ну вот он момент. И забивает. По бильярдному получилось у Хавьера Муниса. Подбегает он к своим болельщикам. И вот так вот. 1-0. Буквально же первая атака у Реала прошла. И вот шестой номер просто рядом пробежался с Мунисом. То они несутся в подкаты. Защитники соперников. И чисто причем выбивают мяч. Грубо, но чисто. А здесь просто стоят и смотрят футбол. И Вальверде все-таки забивает. 2-0. Мунис отдает для нас лично долгожданную. Голевую передачу. Давно мы ни на кого не пасовали. А вот здесь вот увидели забегание нашего друга Федерико Вальверде. Который увеличивает преимущество Реала на выезде. Мунис и забивает дубль. Вот так вот. Счет 3-0. Мунис сегодня в огне. Пообещали мы избежать поражения и в принципе потери очков. Поэтому Мунис поучаствовал во всех трех голах. Дубль плюс голевая. Нужно забивать и Родриго делает счет 4-0. А у Муниса замечательная статистика. Два гола плюс две голевые за эту встречу. И опять же шестой номер. Просто идет футбол смотрит. Все. Финальный свисток. 4-0. Дубль Хавера Муниса. Плюс еще и две голевые передачи. Одна на Вальверде. Другая на Родриго. И КГТОК 4-0. Ну и по зданию мы выполнили абсолютно все. Рейтинг матча. Избежали поражения. И нанесли целых 7 ударов по воротам. Ну что же. У нас очередная игра в чемпионате Испании. На этот раз наш соперник Риал Соседат. Они идут на 17-й строчке после 13-го тура. Я не понимаю, что у нас с командами. Какой-то кризис происходит теперь в чемпионате Испании. Сота вроде бы играбельный. Аэрзабаль до сих пор в составе. Януза есть. Артур не знаю тот или не тот. Билирин, Габриэль, Райан, Галкипер. Так что не знаю, почему такие результаты показывает Риал Соседат. Наш состав на ваших экранах. Поехали. Итак, Сантьяго Бернабео. Риал Мадрид против Риал Соседата. Задание. Оценка не ниже 8-5. 10 передач на половине поля соперника. И не проиграть. Давайте возьмем не проиграть. Так, ну а там вроде мяч в руку попал. Тони Кросс будет исполнить штрафной. Давайте мяч попросим. И отлично. Суперский мы здесь разыграли с Тони Кроссом. Понятно, что он и сам бы, может быть, забил бы. Но, мне кажется, когда забили гол, тут уже не надо выяснять, забил бы Тони Кросс или нет. Можно отпраздновать вместе с ним. Тем более у него тоже результативное действие в этой атаке. Уерзабаль. Передача на Артура и 1-1. 26 минута сразу же буквально пропускаем. И, кстати, это тот самый Артур, который поиграл в Барселоне, в Ювентусе. И вот сейчас перешел, так понимаю, в Реал Соседат. Так, Родрига тоненькую отдает на Вальверде. Тот на меня. И можно, можно убегать, конечно же. Ну и забивать. Отлично. Перед самым перерывом дубль забивает Хавер Мунис. И снова выводит Мадридский Реал вперед в этой встрече. Казимиро на Муниса. Забить можно было попытаться. Мунис. Удар и гол. И это хэт-трик. Хэт-трик Хавера Муниса ворота Реал Соседата. Родрига замечательно находит в передаче Муниса тот на Венисиуса и голевая передача. Хэт-трик плюс ассист сейчас на счету у Хавера Муниса в этой встрече. Он ждал забегания Родрига. В итоге на нем сфалили Вальверде. Передача вперед на Казимиро. И 5-1. Вот так вот. Аккуратненько по бильярдному Казимиро пробил. И забивает свой первый гол дебютный в чемпионате Испании в этом сезоне. Мунис с мячом. Удар и 6-1. 6-1. Это покер Хавера Муниса. И одна голевая передача на его счету. Шикарный голевой матч. В исполнении Мадридского Реала 6 мячей. Увидели болельщики сливочных. Но я честно не припомню, когда в последний раз Мунис забивал 4 мяча. Лучшим игроком естественно является Мунис. 4 забитых. Плюс 1 голевая. Ну и по заданиям. Рейтинг матча мы выполнили. Посыл в атаке нет. Делали только половину. Ну и избежали поражения. Плюс еще и выиграли. Ну что, сейчас у нас игра в пятом туре Лиги Чемпионов. Если мы обыгрываем Лейпциг на выезде, то мы вроде как уже точно выйдем. Даже с первого места. Поэтому как-то так. Ну и также в случае победы мы гарантируем себе место в плей-офф. А также и с первого места. Так что просто надо обыграть Лейпциг и уже сразу решим две задачи на групповой этап. Состав в наших ранах. Поехали. Ну что же, Лейпциг принимает мадридский Реал и задания. Оценка не ниже 8.5. Голы к ударам и обводки. Ну берем обводки. Мунис. Отлично как проходит и сейчас. Но надо забивать. Конечно же в самую девятку. Уже на третьей минуте матча. Забивает Хавьер Мунис. И пропускаем. Замечательно здесь отыграла оборона Реала. И в итоге на 10 минуте Андре Сильва, наверное. Да. Андре Сильва забивает и сравнивает счет. Так, Мунис. Снова убегает от защитников Лейпцига. Ну и надо сразу же забивать. Конечно же. Просто с кик-оффа пошла эта атака. Снова Реал впереди. 2-1. И забивает Сильва. Перед самым перерывом забивает тоже дубль. И снова сравнивает счет. И забивает Хайдара. И выводит впервые за матч Лейпциг вперед. Так, Мунис. Прострелы и Заньола. Забивает гол и сравнивает счет. Я не знаю, первый или нет у Заньола гол в составе Реала именно в Лиге Чемпионов. Но все-таки еще и голевую мы отдаем. Опасный момент. Чурам попадает в крестовину. И на добивание он оказался первым. 87-я минута. Лейпциг выходит вперед. Пошел Мунис. На всех парах. Ну, надо забивать и сравнивать. Конечно же. 89-я. Хэт-рик Муниса. Ну, почему ты мяч с вами можешь взять Мунис? Дергается вот он. 4-4. Просто голевая феерия. Хэт-рик Хавьера Муниса. Плюс еще и голевая на его счету. Но вот время, мне кажется, уже не останется нам, чтобы побежать сейчас в атаку. И выйти вперед. 4-4. Голевая ничья. Хэт-рик Хавьера Муниса в Лиге Чемпионов. Ну, что же. Лучшим игроком матча Призен Мунис. 3 забитых мяча. Плюс еще и голевая передача. То есть, во всех 4 голах Реала он сегодня поучаствовал. Ну, и по заданиям. Выполнили мы рейтинг матча. Реализацию не получилось в отношении голов к ударам. Ну, и владение, кстати. А, это обводка, прошу прощения. И 70% обводок. Так, ну, у нас, кстати, не знаю. Сенсация, не сенсация. Но Валенсия поднимается на вторую строчку. И у нас 3 команды, которые сейчас занимают эту вторую строчку. Это Валенсия, Барселона и Леванте. Вот как-то так. 10 очков у нас уже лидерства. Ну, и сейчас играем мы против Атлетика Мадрида. Последний матч на сегодняшний выпуск. Мадридское дерби. Под конец. Составы на шкранах. Поехали. Кстати, нам не дали выбрать задание. Причем я даже не скипал. Вот так вот. Ну, задание вы видите. Нам надо оценку получить. Дополнительно 10 и 0. Командное владение и 10 передач на половине поля соперника. Поэтому очень странно, что я сейчас даже не скипывал все это. Но мы на ванда Митрополитана, друзья. Пошел с мячом. Передача в центр на Марату. И Жоа Феликс открывает счет. Первым же ударом 11 минута. И забивает Атлетика второй. 28 минута. Поплыл. Поплыл Мадридский Реал. Еще и Марата нам забивает. Отлично. И пенальти. Пенальти зарабатывает Муни. 75 минута. Не забил одно пенальти Муни с Лиги Чемпионов. Не знаю, сейчас доверят или нет ему пробить. Да, в итоге Муни подходит к мячу. Давайте в левый верх и пробьем. Так же, наверное, сильно можно. Приложились. Отлично. Счет 2-1. Ну, вот не бежит почему-то Муни за мячом. Давайте просто скипнем. Время есть. Еще 15 минут, чтобы сравнять счет. Все. Минимальное поражение на выезде. Проиграли мы в Мадридском дерби. Не хватило нам чего-то. Я не знаю, ну, просто какой-то гендикап, но был со стороны Атлетика. И вот Муни с игрок матча. 9.3 у него оценка. Хоть и забил один гол и проиграл в этом матче. Ну, вот как-то так. Ну, и по заданиям. Рейтинг матча. Стартовая задача была выполнена. Вот командное владение 1% нам не хватило. И 4 передачи мы на половине поля соперника не отдали. Так, ну, и в кандидатах название игрока месяца был Бен Асер из Валенсии, Бейли из Барселоны, Мунис из Реала и Марат из Атлетик Мадрид. Ну, и снова мы. Уже третий месяц подряд. Кто станет игроком года 24-го? Торрес. Торрес, поймает Феррон Торрес из Манча-Сити и Стерлинг. Тоже из Манча-Сити Мунис и Венисиус. То есть тут даже Мбаппе нету. Но я напомню, когда была команда года. На секундочку, это команда года. Нас даже не было в кандидатах, но мы попали на позицию левого. Ну, просто полузащитника. Вот. Был в составе лучших 11 футболистов года 2023-го. Вот. Тут еще ничего не написано. Поэтому мы, в принципе, и сегодня можем быть. Можем это узнать. Как мне кажется, до игры с Атлетикой Бильбао будет уже известно. Мне так кажется. Потому что на первых числах декабря. А в итоге ничего не говоря. Да, нам в течение ближайшей недели по результатам голосования. Ну, это пятого. Значит, если недели, то до 12-го где-то числа. Ну, вот как-то так. Будем ждать. В следующем выпуске мы узнаем, получится ли у нас взять золотой мяч или нет. Ну, и также в следующем выпуске мы доиграем декабрь. Месяц. Сколько у нас тут матча? Четыре. Останется. Посмотрим на жеребьевку Лиги Чемпионов. А раунда плей-офф. Ну, и откроется зимнее трансферное окно. И мы будем пытаться снова уйти в ПСЖ. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это Житон Стэч. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok